27 сентября 2015 года Акционерное общество «Редуктор» города Барыша отмечает юбилей 80 лет со дня образования предприятия. История завода начинается с 27 сентября 1935 года. Приказом номер 144 от 21 сентября 1935 года Треста Сердлес города Куйбышева на территории нынешнего завода был образован барышский автотранс с небольшими мастерскими по ремонту автомобилей. Первым директором автотранса был назначен Василий Алексеевич Разин, работающих было 75 человек. В годы войны жизнь предприятия полностью была подчинена нуждам фронта и тыла. 18 марта 1944 года предприятие было преобразовано в авторемонтный механический завод и передано в подчинение главстрой леса Министерства промышленности и строительных материалов. В 1992 году завод преобразовался в открытое акционерное общество «Редуктор», ныне акционерное общество «Редуктор». В связи с кризисом в промышленности и резким спадом экономики в нашей стране с 1993 года производство редукторов резко снизилось, сократилась численность работающих. Все же коллективу удалось остановить падение производства и закрепиться на позициях. Приобретая новых заказчиков и партнеров, производство стало респектабельным. Сегодня АО «Редуктор» – предприятие, которое специализируется на выпуске червячных одноступенчатых и двуступенчатых редукторов и мотор-редукторов с межосевым расстоянием от 40 до 250 мм, более 80 типоразмеров. Конструкция, параметры червячного зацепления, материалы, технологические процессы гарантируют стабильность, качество, надежность и долговечность редукторов. Они успешно эксплуатируются в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, работают в умеренном и умеренно-холодном климате. Использование червячного редуктора в различных отраслях промышленности, в приводах различных машин и механизмов позволяет получить большие придаточные отношения в одной ступени, и соответственно уменьшить габариты привода. По своим техническим характеристикам редукторы ни в чем не уступают своим зарубежным аналогам. За эти годы коллективом АО «Редуктор» пройден славный трудовой путь, заложен мощный производственный потенциал, в лучших традициях редукторостроения формируются высококвалифицированные кадры. Литейное производство оснащено индукционными тигельными печами и машинами для литья под давлением, позволяющими получать высококачественные отливки. Здесь расположены участки чугунного, бронзового и алюминиевого литья. В механосборочном производстве находят применение агрегатные станки, станки с ЧПУ, высокоточное оборудование на финишных операциях. Я сам лично пришел сюда в 20 лет, уже 8 лет работаю на этом заводе. У меня дед работал на этом заводе, тесть работает, жена работает. У нас как бы уже сложилась такая заводская семья. Завод – это наше производство. Он нас кормит, поддерживает наше благосостояние. Хотелось бы пожелать ему процветания, успехов во всем, чтобы оставался на плаву. Хотелось бы выразить слова благодарности нашему нынешнему и бывшему руководству, которое поддерживает завод и в наше нелегкое время остается рентабельным на всем производстве России. Здесь находится участок обработки корпусных деталей, участок изготовления червячных колес, термической обработки, участок изготовления червячных валов, сборочный участок. В настоящее время освоен капитальный ремонт лифтовых червячных редукторов типа РГЛ-РГС. На заводе я уже 46 лет, можно сказать, вся жизнь прошла здесь. Для меня завод – это составляющая часть моей жизни, которая имеет огромное значение. Завод сохранил свое работоспособное ядро. Есть у нас молодые кадры. Будем надеяться, что завод будет востребован, поэтому нужны будут и рабочие кадры. Я бы хотелось, чтобы приходили к нам на завод и попробовали, что такое это настоящее рабочее жизнь. На предприятии в структуре отдела качества действует испытательная и измерительная лаборатории. Работа отдела качества направлена на повышение качества продукции, повышение эффективности производства. Отличительной особенностью АО «Редуктор» от других производителей подобной продукции является то, что весь цикл – от получения заготовок до сборки и испытания готовой продукции – происходит на одном предприятии. Важным фактором развития предприятия является то, что оно планомерно увеличивает количество выпускаемых редукторов, а также постоянно совершенствует качество своей продукции, составляя тем самым достойную конкуренцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основная стратегия АО «Редуктор» – наиболее полное удовлетворение потребностей наших заказчиков в минимально возможные сроки с высоким качеством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На заводе я работаю с 1968 года, после окончания средней школы. Так что завод я знаю не понаслышке. На тот момент было престижно работать на заводе. И многие ребята, не поступившие в вузы, приходили на завод. На тот момент завод представлял из себя два небольших цеха и приспособлены помещения под склады и вспомогательное производство. Значит, зато завод работал в три смены. Условия, конечно, были не очень-то по поводу вентиляции и трудоемости. С того, до настоящего времени прошло не так много времени, и завод значительно вырос. Построены большие цеха, механо-сборочные, литейные, склад готовил продукции, компрессор, участок и многое другое вспомогательное помещение. Параллельно с этим строился и развивал жилой сектор. Строились пятитажки, двухэтажки. Построен садик на 140 метров, общежитие, подсобное хозяйство. Ну, а также был заводской пруд в районе Лопаты. Неоценимый вклад в работу и в развитие завода внесли наши бывшие ветераны. Это бывший директор Куршкин Владимирович. О нем хочется сказать особо. То есть, начальником всего строительства и развития этого объекта, нашего района, вокруг завода, завода зависело от него. Много сил и своих знаний уложил в развитие завода. Построена цеха. В цехах смонтировано высокопроизводительное специальное оборудование, что позволило улучшить качество пускайной продукции, а также снизить трудоемкость и улучшить условия труда. Ну, кроме Куршкина, конечно, были на тот момент его помощники. Главный жерн Матвеев Геннадий Васильевич, начальник производства. Чащий Владимир Павлович, начальник планного дела. Любовь Николая Москвичева. Правда, с нами их в настоящее время уже нет. И многие другие ветераны. Это ныне здравствующий коммерческий директор Дилийв Дарикантилевич. Главный инженер, понятия бывшие, Новик Александр Константинович. Заместитель технического отдела Куршкина Владимировна Васильевна. Начальник планного дела Галина Михайловна Расторгуева. Уважаемые ветераны и заводчане. Я поздравляю вас с Днем машиностроителя и с 80-летием образования завода. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Заводу процветания, стабильности. И постоянно иметь большой пакет заказ за нашу пускайную продукцию. А заводчанам иметь постоянную работу и достойную зарплату. Техническом отделе конструкторы и технологи занимаются усовершенствованием конструкций выпускаемых изделий. На основе изучения их в эксплуатации в направлении повышения надежности, экономичности и других технических характеристик. Отделом маркетинга ведется непрерывное изучение рынков сбыта и конкурентоспособности редукторов. Разрабатывается политика цен и продвижение товара. Ведется работа по реализации продукции. Для меня Барышевский редукторный завод много значит. Обучался я от нашего предприятия. Окончил Ульяновский государственный технический университет, по окончании которого устроился на наш завод. В настоящий момент работаю начальником отдела маркетинга. Вся работа нашего предприятия начинается именно с этого отдела. Здесь мы ведем переговоры с нашими заказчиками, обрабатываем заявки, оформляем заказы и отдаем их в работу. Мы стараемся удовлетворить все пожелания наших клиентов. Сегодня мы отмечаем юбилей 80 лет. И это стало возможным благодаря работе нашего коллектива. Мы работали и продолжаем работать, несмотря ни на что. Я желаю нашему заводу дальнейшей работы и процветания. Продолжение следует... Предприятие образовано в 1935 году. Но в свое время оно переходило из подчинения одних ведомств, подчинения других ведомств. А начиная с 1996 года оно отнесено подчинение Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности. Вот с этого времени началось бурное развитие предприятия и как в экономическом плане, и как в социальном развитии. У нас появились династии, появились свои традиции на предприятии. И все это было незамечено и отмечено правительством страны. Потому что начиная с 1996 года и по начало 90-х годов у нас 31 работник предприятия были награждены государственными наградами или медалями. Сейчас сложные времена, прежде всего, в экономическом плане. Но даже и в нынешнее время, с учетом тяжелого финансового положения, мы все-таки через коллективный договор пытаемся решить некоторые социальные проблемы. Уважаемые работники предприятия, ветераны, я поздравляю вас с праздником, с торжеством, с 80-летия образования со дня нашего предприятия. Поздравляю с профессиональным праздником Днем Машиностроителей. Искренне желаю доброго здоровья, семейного благополучия, больших и радостных событий. Должное внимание уделяется юридическому сопровождению решаемых на предприятии вопросов, соблюдению законности в деятельности предприятия и его структурных подразделений, на контроле и социально-трудовые вопросы, соблюдение законных интересов работников. Важной задачей отдела по работе с персоналом является подбор сотрудников в соответствии с современными требованиями, расстановке кадров на основе оценки их деловых качеств. Прежде всего я хотела бы отрисовать слова благодарности и поздравлений работникам старшего поколения, ветеранам, которые проработали здесь много-много лет. Ими здесь выстроена работа, их опыт мы перенимаем сегодня. Лично для меня завод – это деловая часть моей жизни. И, конечно, вместе с предприятием я переживаю и моменты экономических испытаний, радуюсь моменты наших подъемов. Понимаю, что я, как и все работники, должна вносить свой профессиональный вклад для того, чтобы сохранить завод, чтобы его развивать. С правой точки зрения могу сказать, что предприятие работает практически без нарушений законодательства. Договорные обязательства мы выполняем в полном объеме. Претензионные вопросы решаем в досудебном порядке. Какие у нас кадры? Хорошие. Профессиональные, опытные. Есть молодые инициативные работники. Это дает основания полагать, что у завода есть перспективы развития будущего. Уважаемые работники предприятия, я поздравляю вас с Днем машиностроителя и 80-летним со дня образования нашего предприятия. Я желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, нашему заводу стабильной работы. Я поздравляю всех машиностроителей, а также всех тех, кто связан с нами, с самыми прочными узами, потребностью производить, созидать, умением и желанием работать. С праздником вас! Главная ценность завода – сплоченный, дружный трудовой коллектив. Зная и выполняя поставленные задачи, слаженно работают все отделы предприятия. Юридическая группа, служба охраны производства и охраны труда, отдел материально-технического снабжения, транспортный участок, бюро технического обеспечения, канцелярия, техническая библиотека и архив, бухгалтерия. Вся моя трудовая жизнь начинается на заводе, на котором я проработала более 36 лет. Сначала я работала контролером в механо-сборочной цехе. Потом, получив экономическое образование, перешла работать в бухгалтерию, где я и работаю по сей день. Также на нашем заводе работают мой муж и сын. Что для меня завод? Завод – это люди, сотрудники, все мы. А юбилей завода – это очередная годовщина нашей совместной работы, нашего совместного труда. Поздравляю весь коллектив наш с юбилеем. Желаю стабильности, процветания, роста заказов и увеличения доходов на предприятии. С юбилеем всех нас! На предприятии создан музей завода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова 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 За это время завод пережил и тяжелые послевоенные годы, и экономические кризисы последних лет, но завод выстоял, развивается и работает. Уже 60 лет завод специализируется на выпуске червячных редукторов, которые используются в оборудовании в различных отраслях промышленности. Основная наша стратегия – это наиболее полное удовлетворение потребностей наших заказчиков в минимально возможные сроки и с наивысшим качеством. Главное наше богатство – это люди, которые работают на нашем предприятии. Юбилей дает возможность поблагодарить всех дружников наших, всех ветеранов предприятия за их самотверженный труд, понимание и поддержку. Я верю в будущее нашего предприятия. Сердечно поздравляю всех с нашим общим праздником. Желаю всем здоровья, производственных успехов и благополучия в семьях. На заводе действует актив молодежи, который организует спортивные праздники, профессиональные праздники, новогодние огоньки, КВР. Благополучие предприятия зависит в первую очередь от людей, связавших свой жизненный путь с родным предприятием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К замечательному празднику машиностроению. Наверное, ввиду того, что у меня инженерное образование, я достаточно трепетно отношусь к этому. Я считаю, что машиностроение – это основа основ. Это вот то, с чего начинается наша жизнь. Любого человека мне хотелось бы пожелать всем ветеранам, сегодняшним работникам, наверное, даже будущим специалистам, которые еще только учатся в институтах, конечно же, удачи. Удачи в их профессии, чтобы они как инженера состоялись. Я не надеюсь, я уверен, что все у вас будет хорошо, что у Барышевского редукторного завода будет все замечательно. И наступят те времена, когда мы опять вернемся к тому разговору, когда Барышевский редукторный завод строил и дома для своих рабочих, и был флагманом нашей районной экономики. С праздником вас, дорогие друзья! Добивайтесь профессиональных успехов! Здоровья, счастья вам и вашим близким! Акционерному обществу «Редуктор» 80 лет! С юбилеем! Поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok